Уже это создаст настолько мощный экономический стимул для обновления государства, для повышения его эффективности, что мы через несколько лет окажемся в принципиально другой стране. Михаил, являются ли налоги сами по себе репрессивной дубиной в руках государства? Как считаете, может ли существовать государство с помощью добровольной платы налогов, как, например, существуют каналы на YouTube на добровольную платье донатов? Хороший вопрос. Налоги в том виде, в котором они существуют сегодня, однозначно репрессивная дубина в руках государства, никак иначе. В обществах волюнтеристских, это как раз то, что мы обсуждали только что про республиканство, налоги могут в принципе быть частью общественного договора, социального контракта. То есть, когда вы становитесь частью какого-то общества, вы обязуетесь выплачивать некоторую сумму со своих доходов на то, чтобы это общество поддерживать. Но для этого общество должно быть волюнтеристским, а не этатистским. И в этом смысле волюнтеристские чисто механически, в таком волюнтеристском обществе отчисления будут работать практически так же, как работают налоги. В этом ничего страшного нет. Теперь, что касается налогов в руках государства и как пройти вот эту вот трансформацию от традиционной налоговой системы в более, скажем так, объективную. Налоги всегда будут противоречить либертарианским ценностям. Но есть способы сбора налогов, которые, скажем так, менее потворствуют коррупции, которые менее потворствуют злоупотреблению, которые не позволяют классу номенклатуры усилиться настолько, чтобы окончательно захватить все инструменты власти в стране. И об этом я сейчас готовлю ролик, но пару мыслей своих основных скажу. Самое главное – это что страшны не столько налоги. И это очень классная уловка, которую политики используют для того, чтобы дискредитировать точку зрения либертарианцев. Страна страшна и для того, чтобы в принципе ввести диалог в другое русло, как, кстати, сейчас Алексей Венедиктов уводит диалог с обсуждением посадки и отравления Навального и покушения на Навального, правильно сказать, в обсуждении памятника Дзержинскому. Та же самая методика, вот про налоги та же самая методика. Мы должны противостоять не налогам, мы должны противостоять тому, что государство обладает полномочиями формировать бюджет. А это не связанные друг с другом вещи абсолютно, и об этом никто не говорит, кроме меня на этом канале, кроме либертарианцев. Потому что, окей, предположим, на поддержании общества люди должны выделять деньги, потому что действительно существует общественное благо. Общественное благо отличается от государственных, но для этого конкретного аргумента, который я сейчас проведу, мы не будем эту разницу проводить. Есть общественное благо, которое нужно поддерживать. Для этого нужно собирать деньги. Окей, давайте мы собираем деньги, но давайте распределением этих денег будет заниматься не чиновник, а налогоплательщик. Чего сложного? Все те же самые налоги оставляем, только в налоговой декларации ставим галочки. Куда мы хотим, чтобы наши налоги пошли? Хотим, чтобы они пошли Рогозину на Роскосмос? Ставим галочку Рогозину на Роскосмос. Хотим, чтобы деньги пошли на государственные школы? Ставим, хотим, чтобы деньги пошли на школы. Хотим, чтобы деньги пошли на благоустройство вашего двора? Ставим галочки. Хотим, чтобы деньги пошли на благоустройство двора? Хотим, чтобы деньги пошли на войну с Украиной? Значит, ставим галочку на это. И в итоге, когда все налогоплательщики выплатили свои налоги, мы получаем тот бюджет, которым может распоряжаться та или иная, может распоряжаться, могут пойти на ту или иную нужду государства, так скажем. А от чего нас это защищает? Это нас защищает от того, что когда во главе какого-то министерства, во главе какого-то направления появляется некомпетентный чиновник типа Рогозина, эта отрасль перестает получать деньги налогоплательщиков, и чиновник на это повлиять не может вообще никак. Так, обратите внимание, это не радикальная либертарианская позиция, что завтра нужно отменить все налоги. Нет, мы говорим, окей, окей, предположим, предположим, и налоги остаются. Давайте мы хотя бы сделаем так, чтобы чиновники не могли решать, на что эти налоги потом тратить. Вот это же гораздо важнее, чтобы налогоплательщик, то есть гражданское общество само определяло, куда оно хочет, чтобы пошли его налоги. И самое главное, что в такой ситуации, если где-то строится Крымский мост, если где-то идет война, если где-то строится какая-то очередная ядерная боеголовка или наоборот какие-то центры помощи там малоимущим, и вам, лично вам это не нравится, предположим, да, либо боеголовка, либо там люди разные бывают, вы, по крайней мере, будете уверены, что ваши деньги на это не пошли, они пошли на другое. Вы все еще обязаны заплатить 64% налога, сумасшедшая вообще сумма, понимаете, 64% всех денег, которые зарабатывают люди в России, уходят государству. Сумасшедшие деньги. Так вот, ну, по крайней мере, вы будете знать, что ваши деньги не пошли на что-то, что вам не нравится, это чьи-то другие, чужие деньги пошли на это, да, и вот их это все устраивает. Уже это создаст настолько мощный экономический стимул для обновления государства, для повышения его эффективности, что мы через несколько лет окажемся в принципиально другой стране. Но вместо этого мы обсуждаем, нужно ли еще больше повышать деньги, нужно ли еще больше наших денег отдавать на перераспределение государственным чиновникам, но это чистое безумие совершенно, я не понимаю, я чиновникам не готов доверить рубль свой, а вы доверяете 64% всего, что вы зарабатываете. Это сумасшествие. Это не единственная реформа налоговая, которую предлагают либертарианцы, и об этом у меня готовится сейчас ролик, где я буду повторять эти же самые тезисы, но более эффективно в своей манере, да, но просто задумайтесь вот о том, на какие вопросы мы вынуждены отвечать и почему мы именно на них отвечаем.